Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Как быть, если разные подходы воспитания ребенка подростка, который остался сиротой после смерти родителей? Муж очень требователь к воспитанию ребенка, я стараюсь его окружить, заботы и тепло. Требования также не исключаются, на них я по-другому подхожу. Мальчик боится мужа, выполняет все, что необходимо, но странится его. Мне хочется, чтобы они научились понимать друг друга и жили в согласии. Я думаю, что здесь стоит развести две вещи. Первая – это ваш взгляд на воспитание, на родительскую позицию, на обязанности родителя, на подход родителя к ребенку. И взаимодействие с этой позицией с вашим мужем. И второе, что необходимо развести, это ваше желание, чтобы люди, по сути, являющиеся отдельными от вас личностными, чтобы они, эти люди, были в каких-то нужных вам отношениях. Вот это, мне кажется, чуть ли не принципиальной историей, потому что совмещение этих двух моментов является, в общем-то, серьезной проблемой и угрозой. Вам является серьезной проблемой и угрозой вашему спокойствию, вашей личности, вашему психологическому, скажем так, состоянию. Именно в силу того, что вы можете определенной этой цели не достичь. Просто потому, что люди разные, просто потому, что люди по-своему видят ситуацию другого человека и прочее. Я думаю, что начинать здесь нужно с вашего контакта с супругом, именно с вашего взаимодействия с ним, с взаимопониманиями между вами, с выражением вами и им, своей позиции, идеи, стремления, через выбранный подход. Если между вашим мужем и вами есть контакт, есть взаимопонимание, есть, скажем так, тенденция навстречу друг другу, я думаю, что не заставит труда выработать общую какую-то сторону. То есть образители выступали своего рода единым фронтом. Для этого вам требуется понять своего мужа, а мужу требуется понять вас. И здесь мы подходим к тому, есть ли желание у каждого из вас вас понимать. Здесь мы подходим к тому, а не является ли разногласия в вопросах воспитания проявлением ваших системных проблем в отношениях. Вот к чему мы здесь, к сожалению, подходим. Если эти проблемы есть, если эти проблемы присутствуют, то в каком случае решать, в первую очередь нужно их. Не наоборот. Ни в коем случае не наоборот. Если проблем нет между вами и все у вас, условно говоря, в порядке, то в таком случае имеет смысл лучше понимать друг друга. Ну, по крайней мере стремиться к этому, стремиться к тому, чтобы лучше понимать друг друга. Вот. Сейчас этого, как вы понимаете сами, сейчас этого не происходит. Сейчас этого не происходит, сейчас не происходит того, что вы друг друг понимаете. Еще один важный момент заключается в том, чтобы вы для себя увидели, как вы реагируете, как вас, возможно, задевает то, что делает супруг. То есть, как вас это вот напрягает, какие чувства вас это вызывает и так далее. Ну вот, например, коллега мой, Кудрячев Игорь Леонидович, допустим, говорит о том, что, возможно, у вас есть чувство вины. Перед ребенком. Я думаю, я этого не знаю. Может быть, есть чувство вины, правда. Может быть, нет чувства вины. Но если оно есть, я имею в виду чувство вины, если есть, то, конечно, это не лучшее решение и не лучшая мотивация для подхода к воспитанию. Я думаю, что в этом случае вы просто компенсируете вот что-то свое и все. Я думаю, что такой ответ вам можно дать. То есть, в идеале, что вам нужно, как мне видится, сделать, в идеале вам нужно вместе со своим мужем обратиться. К психологу, да, и вместе поговорить. Именно вот со своим мужем. Постараться, постараться друг друга, значит, понять, постараться друг друга услышать, постараться уловить то, что каждый из вас хотел бы сказать другому. То, что каждый из вас, наверное, в принципе, хотел бы. Потому что непонимание вот этот какой-то такой сухой, я бы сказал, остаток в виде простого факта, что ли. Простого факта наличия требований. Вот эта история про ограниченное восприятие. Такая вот такая вот история. Ну и с ребенком также нужно говорить, ну это уже понятно, больше, наверное, к отцу, да, то есть к вашему мужу. Обсылка. Вот. Чтобы ребенок как-то вот понимал, что происходит. То есть, опять же, это вот некая такая возможность, да, говорить. Вот. Не лишним будет, наверное, понять, как ваш супруг. Да? Относится к ребенку. Не лишним будет это понять. Не лишним будет понять, как он его видит. Не лишним будет понять, как он его воспринимает. Не лишним будет понять, что для него значит, что для него значит ребенок. Вот. Потому что взрослому человеку может казаться, что он проявляет одни чувства, ну вот, к ребенку. А ребенку может казаться, что к нему проявляют совсем другие чувства и в общем и целом. Ребенку может казаться, что на самом деле его не любят и так далее. То есть, вот такая может быть ситуация. Поэтому нужно все эти вещи учитывать. Нужно все эти вещи обязательно знать. Вот. И уже исходя из этих моментов вырабатывать какую-то общую позицию по отношению к ребенку. Говорить о том, что это легко. Да? Говорить о том, что это легко. Просто я не буду, потому что предполагается, что будет какой-то компромисс. Вот. Предполагается, что будут какие-то уступки. Причем, причем уступки как с вашей стороны, так и со стороны вашего супруга. То есть, тут вариантов довольно много и от вашего умения договариваться, от вашей зрелости. Ну, психо-эмоциональной зрелости я имею ввиду, конечно же. Конечно же. Зависит много. Я бы сказал, что очень многое зависит. Решать, конечно, это нужно вместо. Чего еще я бы сказал? Я бы сказал, что вы рискуете здесь столкнуться с некоторыми проблемами. Между вами. Вы рискуете здесь столкнуться с некоторыми системными проблемами между вами. Вы рискуете здесь разочароваться. Вот. То есть, вы рискуете именно вот столкнуться с разочарованием. Вот. Столкнуться с разочарованием. Вот. Вашим. Вашим. Вашим мужем. К сожалению, вы рискуете это сделать. И вот, в общем и целом, это момент может быть довольно болезненный. Но, повторюсь. Страшного ничего в этом нет, если вы, ну вот, если вы взрывы, да, если у вас вот есть достаточно такой вот хороший компакт. Чего я опять же не знаю, да, потому что, ну вот, не знаю в каких отношениях вы находитесь с своим мужем. Вот. Поэтому, на мой взгляд, это нужно исследовать, разбирать, посмотреть. Вот. И дальше, я думаю, будет видно. Как уже. Кхм. 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 Это конкретный выручный вывод в каком-то направлении двигаться. Ну, заставить кого-то делать через силу, наверное, наверное невозможно. Вот. По-моему, это просто издалить. Потому что это будет через силу. Это будет насилие, вряд ли вашему мужу от этого будет хорошо, вряд ли будет хорошо от этого вам, вот. То есть тут-тут вот тоже такие моменты, ну, присутствуют. Поэтому давайте тоже вот как-то вот на это поправимся. Обратите внимание, да, постараемся на этот момент тоже как-то заострить, ну, заострить внимание. Вот, 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 вот так, я думаю так можно вам ответить сейчас. На этом все. Я надеюсь, что мой ответ был вам интересен, надеюсь, что вы для себя какие-то базовые вещи выделите, я надеюсь, что вы для себя сформулируете, значит, постилаты для психотерапии на основе обратной связи, которую, как я надеюсь, вы предоставите, прослушив мой ответ. Я вам желаю всего самого доброго, я желаю вам удачи, вы большая молодец, что, ну, что заговорили об этом, вы большая молодец, что начали это обсуждать. Вот, и, соответственно, я думаю, что обязательно все получится, я думаю, что обязательно все у вас будет хорошо. Вот, но для этого нужно будет просто немножечко постараться, скажем так, постараться нужно будет. Удачи вам, успехов в решении проблем, смелости, терпения, целеустремленности, вот, и все получится, вот. Обращайтесь за помощью, вам она пригодится. Продолжение следует...